Сегодня состоится отчет правительства. Я на прошлой неделе подробно обсуждал многие темы с премьер-министром и надеюсь, что ответит на ключевые вопросы, которые ему были поставлены. Наставил на том, чтобы весь состав правительства пришел на этот отчет, ибо отсчитывается в условиях новой волны кризиса, которая накроила всю Россию и больно бьет по всем базовым и не только базовым отраслям производства. Медведев в свое время довольно точный диагноз поставил происходящего. Заявил о том, что страну загнали в тупик. Сегодня она в полном тупике. Когда объявили модернизацию, мне казалось, она будет реализовываться довольно энергично. Тем более, Путин тоже заявил, что надо 25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест, правда, не объявил в каких отраслях и каким образом будет решаться эта задача. Одновременно вывели почти 20 триллионов рублей на безопасность, оборону, авиацию, то есть высокотехнологичные и наукоемкие отрасли производства. Но для того, чтобы реализовать и социальные программы, большие обещания, они были тоже даны для граждан страны, надо было выдержать минимум темпы экономического роста 5%. На сегодня ситуация сложилась такая, что рост экономики упал ниже 1%, а в промышленности он рухнул с 8,2-10-м году до минус 2 в настоящее время, то есть ушел в минус. Фактически мы по этой причине потеряли почти 400 миллиардов рублей только в этом квартале, плюс 900 миллиардов рублей дополнительных нефтегазовых доходов отвезли в иностранные банки. В самом тяжелом положении оказались наши долги. Суммарный внешний долг составляет 623 миллиарда долларов и продолжает расти. В прошлом году темпы роста долга составили 17% – самые высокие росты из всех основных показателей. Если взять регионы России, то они на 1 января текущего года задолжали по своим обязательствам, бюджетным обязательствам, триллион 400 миллиардов, и в этом квартале еще дыра увеличилась на 500 миллиардов. Суммируйте, и вы увидите, что наша экономика и граждане для нормальной жизни и развития недополучили примерно 2 с лишним триллиона рублей. Это колоссальные деньги. Таким образом, власти нечем выполнять свои обязательства, она не в состоянии проводить эффективную модернизацию. Что она будет сегодня предлагать? Вот главный вопрос нынешнего заседания. Если посмотреть на текущую работу нашего правительства, то она вызывает удручающее впечатление. На фоне кризиса продолжают распродавать последнюю, в том числе и стратегическую собственность. Кстати, ни одна страна мира без решения парламента свою собственность государственную не выбрасывает на распродажу. Только Россия это делает. В условиях кризиса продавать за бесценок ведущие компании, на мой взгляд, это не только нарушение элементарных норм и здравого смысла, но это и попахивает преступностью. Продолжается это все на фоне вступления в ВТО. Мы недавно проводили слушание, а тут ситуация еще более удручающая. ВТО больно ударило по всем отраслям, особенно сельскому хозяйству и сельхозмашиностроению. Сегодня производство килограмма свинины ведет за собой 20 рублей убытка, а килограмма птицы 10 рублей убытка. Даже те предприятия, которые выжили за последние годы, снова попадают под банкротство, разоряются. Нам бы очень хотелось узнать, каким образом будет выполняться обязательство Путина укреплять духовные корни. Вчера он встречался с руководством Академии наук, заявляя о том, что он нужна, но его министры заявляют, что Академия неэффективна, ее чуть ли не надо разогнать. Так вот, хотелось бы узнать, а какова точка зрения в целом правительства, а не отдельных министров. Более того, оскандалилось в нашем министерстве с неэффективными вузами, туда попали почти все педагогические, сельхозвузы и культпросвет учреждения. Что будем делать на этом направлении? Крайне важно узнать, а что с пенсионной реформой? Те предложения, которые внесло правительство, попахают людоедством. По сути дела, оставляют людей, увеличивая, без пенсии нормальной, увеличивая пенсионный возраст на 5-7 лет, средний возраст в стране 66 лет, то есть фактически человек будет всю жизнь платить, но из своего пенсионного накопления ничего не получит. Могу перечлять о грехе и далее. Но в данном случае ключевой вопрос, а кто будет работать и кто будет заниматься этим? Если по-прежнему будет гробить образование голодец и ливанов, издеваться над сельским хозяйством Дворкович и Федоров, заниматься нанотехнологиями и современной энергетикой, дефолтник Кириенко и главный приватизатор Чубайс, то надеяться в стране не на что. Мы не поддерживали этот курс, мы не голосовали за этот бюджет, мы не поддерживали и не поддерживаем это правительство. Мы считаем, что правительство должно состоять из профессионалов. Наступает новая эпоха. Тот бандитско-спекулятивный, агрессивный капиталист либерального толка, который проповедовал свои идеи последние годы, развязав немало конфликтов, войн и полностью обанкротившись, уходит в историю. Нужна новая команда, новый курс, новая политика, новая стратегия. Без этого вытащить страну из тяжелейшего кризиса и того тупика, о котором в свое время говорил Медведев, невозможно. Мы прекрасно понимаем, что если формировать правительство по старым лекалам, то опять два человека соберутся, пальцем кнут и назовут, кто у них будет в ближайшее время издеваться над тем или иным разделом нашей государственной политики. Мы настаиваем на том, что были несены изменения, в том числе и в систему формирования правительства. Мы готовы к конструктивному диалогу с Кремлем из рядом ведущих министров, которые в состоянии и умеют работать. Но для этого нужна прежде всего политическая воля. Я считаю, что у Путина и Медведева полномочий для этого больше, чем предостаточно. Мы настаиваем на глубоких обстоятельных консультациях, точной и честной оценке происходящего и формирование правительства национальных интересов, народного доверия, левоцентристского толка. Слишком мало осталось времени для принятия очень ответственных решений. Если с ними запоздаем, то, боюсь, по осени будет большой обвал. Крайне не хотелось его переживать третий раз. Медведев Субтитры создавал DimaTorzok